Научился. Здесь нет секретов. Есть секрет, который мы сами не раскрываем. Это душевное равновесие сосредоточить и поставить точную цель. Искусство хождения по канату – еще одна горская традиция. Чтобы балансировать над пропастью, надо поверить в себя и преодолеть страх. В чем-то это похоже на профессию актера. Самое главное – войти в образ. У меня были эпизоды, у меня были роли. Хотел взять фильм «Шамиль», так что там у меня были очень сложные, коварные роли. Подлов полководца, противника Шамиля, заклятого врага Шамиля. Все людские страдания от тебя затраб. Ну, чего ждешь? Убей меня! В рецензиях даже есть такую. Это подлого, отрицательного врага он играл, говорит, положительного и достойного. Так что положительный, отрицательный, говорю, кому-то он отрицательный, а кому-то он положительный. Тут тоже надо поймать секрет. Спроси своего отца! Это его воспитание! Али Аварский снялся в более 35 фильмах. Ему доставались сложные, характерные роли. Он прекрасно смотрелся в исторических фильмах и создал череду сложных образов. Свиток отнимите. А говорил, что ты армянин, и судьба Грузии тебя не волнует. И мы, непреданный великому султану Шамхал и Кахетинский царь, не просим у вас возведения крепостей на тереке. Просит. Доказательство? Это посольство грузинского царя в Москве. Где это посольство? А Аллах знает, что всемогущий падишах никому не простит и смены, и предательства. Он тебя за долг взял. Три тысячи, чем меньше, нельзя пустить. А не напишешь, в яму посадят. Наказывать будут плетью. Скажи ему, если он меня пугать хочет, так ни копейки не дам. Хорош, уроз. Уроз, чкид. Тысячи рублей дай. Вы необычный человек. В детстве вы владели искусством канатоходца. Потом были часовых дел мастером, актером. Сняли несколько фильмов. И написали несколько книг. Были поэтом. А какая профессия вам кажется наиболее интересной? Не люблю заглядывать в паспорт и читать годы. Скорее, я люблю заполнять день, и вперед укреплять дружбу и отношения. Вот благодаря моих кумиров, выдающихся деятелей в Гурджистане, в России, в Дагестане, они мне дали направление в литературу, в кино. Я считаю все, что бы я не достиг, и что я достиг. Это, по-моему, я познал этот мир через этих великих людей. Али Аварский считает, что встретил в жизни немало хороших людей. В его доме бывали режиссеры, поэты и даже летчики-испытатели. Он оказался сын кавказского народа, космонавт, летчик-испытатель Бурана, Магомед Толбоев. Он всегда был хорошим другом и ответственным актером. Много работал над ролью, поэтому режиссеры ему доверяли. Вообще, великое счастье работают с великим режиссером. С великим режиссером. Это великое счастье. Гига Лорд Кипанидзе и Сергей Паразон, это как-то они чем-то выделяли. Они у Гиги я в двух главных героях играл. В первом серии главнокомандующий мусульманской армии против царя Александра, а во втором серии посол турецкого султана к русскому царю. Еще что? Ничего. Громе долгих лет жизни вам и великому подешагу. В этот же период талантливого актера заметил Сергей Параджанов. Их знакомство – особая история. Эксцентричный, как всегда, Параджанов пришел на съемочную площадку к режиссеру Гиги Лорд Кипаницы. Он был одет в пижамные брюки и на каждом пальце было по большому перстню. Он протянул руки к коллеге и сказал – выбирай любое, дарю. Это время подходит Сергей Параджанов и потянул оба рука к батону Гиги. Батону Гиги. Господин Гиги, выбирайте любое кольцо. Гига Лорд Кипанидзе знал, что аварцы хорошо разбираются в ювелирном искусстве. Но Али честно сказал, что такая бутафория ему не по вкусу. Параджанов сначала рассердился. Я посмотрел, я смотрел все это бутафории, мне понравилось ни один кольцо. Я говорю – подон и Гига. Я говорю – ни один из них мне не нравится. Вынеряет, если вынеряет. Кто это такой? Гига посмотрел на него. Это два героя играли в Гартон в моем фильме. Военный начальник и посла турецкого султана. Сам выходит из Аварецкарда, где этот твой чиканг зародился в кольце. Сразу после этого Параджанов предложил, чтобы Али снимался в его фильме «Легенда о Сурамской крепости». Специально для него он даже придумал эпизодическую роль парикмахера-злодея. Своими впечатлениями от фильма, действие которого происходит где-то между местечком Сурами и Индокитаем, Али поделился с Параджановым на премьере. Главный герой режет граната, и на цветный ковер рассыпались зерна, Как будто через туман, через облака звезды на небе. Вот вам величие человек. Обнял он меня. Хорошо, что я тебя остановил. Обратил своим друзьям, где Европа, где Париж. Посмотрите, кто перед вами так. Это же нераскрытые зерна для кинематографии. Это был редкий человек. Редкий умелый, редкий теплый. Умел вдохновить. Умел направлять актеру. Стихи я обожаю. Когда муза есть, я пишу. Поэзия у нас в горах. Каждый пастух пишет. Мне направление дал больше всего Ираклия Башидзе. На поэзию акцент он сделал. Ну, Расул Гамзатов, это приятно было, потому что великий поэт-академик. Ранному возрасту печатают в великолепных журналах на русском, на грузинском и газетах. Стихи, это, конечно, это счастье. Я прочту вам эти стихи. Это на аварском куплете он пришел, потом на русском все-таки потянулся к родному краю. Он заинит, кто встает в гр Kourma saint и он сос blij, но не хватает в стройке. Когда мы заинсят dicho, не побежали. И, наконец, весь дик земли я путник обошел, земной поклон не отдал благодатную грузинскую земле, сердцу хорошо, припас к тебе, и слышу лишь один ответ – остаться навеки в этой родине души. Работа в кино подарила Али встречи с лучшими представителями интеллигенции Грузии, Тагестана и России. Именно в Тбилиси Али познакомился со своим, наверное, самым известным в мире соотечественником, выдающимся поэтом Расулом Гамзатовым, который навсегда остался для него кумиром. Каждый кавказец стремится прославить свою родину. Именно поэтому Гамзатов посоветовал Али прибавить к своей фамилии Исаев еще одну – Аварский. Тбилиси Гамзатова любили. Его выступления собирали огромные залы. Он всегда говорил, что Грузию и Дагестан связывают не просто дружеские, но и родственные связи. Я чувствую себя в данном случае грузином. Грузина спрашивает, грузинское впечатление – это… Я как земляк, как… Мне они близкие, родные люди. Какое впечатление от собственной семьи или собственной дома, собственной сакры – это невозможно. Во время одного из дружеских застольев Тбилиси Али осмотрелся…